Это главный и единственный орган управления в этом автомобиле Она уже, ты чё? Всё, я готова! Не оторвётся, всё будет толстый Что-то как-то как будто делаю не так Всем привет, друзья! Greenville здесь У нас сегодня немного необычный видеоролик Это обзор автомобиля, электроавтомобиля Это у нас Tesla Model 3 Пакетик Performance В общем, вжаривает она, ого-го Давайте, в общем-то, смотреть Не будет какого-то суперсложного технического обзора В общем-то, здесь мы больше, чтобы пощупить, посмотреть, потрогать Я сегодня с ней впервые Давайте, в общем, смотреть и разбираться Поехали! Машинку нам предоставили Best Electric Car Хотелось бы в первую очередь их поблагодарить Ребята занимаются как продажей новых, так и БУ электроавтомобилей Также есть и аренда Все тачки новые Есть весь модельный ряд Ну, по Теслам Находятся они на метро Алексеевская, Москва, Маломосковская, улица 22 Так что приходите, берите в аренду, покупайте Без проблем В тачке я сегодня ездил целый день Как и говорил, ездил я впервые Нас начали мы Стартанули в 11 утра Сейчас уже полседьмого И, в общем-то, ну, что-то как бы уже успел, да, понять Попробовать все-таки Не так, что просто сел и проехал 500 метров Поэтому что-то сказать да уже смогу, понимаете, ребята В общем-то, в самой тачке мы ездили, общались, показывали, что там есть у него в управлении Так что, я думаю, вы либо уже посмотрели эти сюжетики, либо сейчас примерно где-то их вот прямо увидите, да Единственный минус этого автомобиля То, что нам сегодня не повезло с погодой И, блин, теперь вот он такой весь грязненький Уже подушатный, потому что, ну, сколько мы часов на нем уже ездим По грязной серой Москве, с которой только что вот сошел снег Все в каких-то в соли, в грязи, в пыли В общем, пока улицы не помыли Тачки пачкаются просто жесть Но при этом, блин, просто сочнейший белый салон Вот эта вся атмосферка Это очень подкупает Очень приятно перестраиваться Это просто другие ощущения Абсолютно Но понятно, что не то, чтобы я, знаете, каждый день езжу на каких-то супер премиальных быстрых спорткарах Сравниваю я не прям с чем-то сверхъестественным Но, блин, электротяга с места берет так Такие толчки просто дает, что, ну, это реально очень чувствуется, ощущается Технические характеристики, наверное, да, стоит какие-то сказать Просто уже обзоров на Теслу столько, что, я думаю, вы сюда пришли не за этим Да и хочется самому что-то показать немножечко другое Но в целом проезжает она в среднем 500 плюс километров на одном заряде Понятное дело, что если вы хотите проехать там, типа, около 600 километров Вам нужно не топить, не фигачить вообще газ в пол А экономно распоряжаться энергией, то есть ехать не в спорте, в комфорте Типа, ехать со средней скоростью какой-то, не просто вдавливая педаль Не давать, в общем, ей под хвост А аккуратненько, спокойненько передвигаться по правилам дорожного движения И тогда вы будете проезжать реально около 600 километров без Б Вообще вот сам кузов автомобиля не то, чтобы мне очень нравится Ну, чего-то не хватает как будто бы Либо мы уже слишком в будущем и просто пока не выкупаем этот дизайн Либо мы как будто немножечко вернулись в прошлое И хоть это и, ну, американский автомобиль, но что-то немножко вот японское такое есть в морде как будто бы, да Здесь, ну, короче, что-то не хватает, что-то не нравится Колеса крутые, салон охренительный, панорамная крыша, вообще космос Очень приятно внутри нее находиться Но внешне, ну, машина Типа, автомобиль Автомобиль! И она прям такая малышка Но несмотря на то, что она малышка, валит она вообще никак не малышка Вообще не по-детски То есть реально, ты просто вот, вот немножечко прикасаешься к газу Неаккуратно что-то там его нажал Она уже, ты что, все, я готова уничтожать Это классно Ладно Мне просто рассказали Шикарный рывок Здесь можно, кстати, еще вот так ускориться Кайф А как, вообще прикольно вот так? Да Ну, по ощущениям прикольно Разгоняется до сотни она за 3,3 секунды Как заявлено, максимальная скорость 261 км в час И вот эти ручки, меня всегда интересовало, когда я просто смотрел А что у нас дверь открыта? Когда я всегда видел где-то на видео, да, Тесла Вот я не понял, вот эти тоненькие ручки Насколько они вообще жизнеспособны Но в целом, типа, когда ты на нее давишь, дверь уже открывается И уже остается просто, как бы, ее потянуть Она достаточно крепкая, она, ну, прям, не оторвется, все будет ток Потом вместительность Ну, спереди понятно, то есть все комфортно Отъехал, отодвинулся как угодно Все на электроприводах Сзади, вот давайте сейчас сяду за себя У меня рост 180 Ну, и я так, достаточно по-барски сижу Садимся назад Ой, беленький салон, не испачкать В целом, вот, коленками не упираюсь Можно как-нибудь подрасслабиться еще Ну, тоже нормально То есть, ну, задние пассажиры в каком-нибудь дальнем путешествии смогут себя комфортно чувствовать Хотя внешне она очень маленькая Сзади, естественно, есть всякие проводочки, зарядочки Здесь отдельный климат-контроль Отдельный подогрев на три места сидений По комфорту, как бы, здесь все ок, ничем Тачка не обделена О, 10 рублей Смотрите, нормально Первый вклад в покупку Теслы Ну, передний капот мы с вами из тачки открывали Давайте я его еще раз открою Посмотрим, какой он Так, жмем Open Откроем сразу и задний Задний можно просто, как на обычной тачке, открыть, типа, на кнопочку А можно здесь А, и откроем зарядку Прям снимай ее Так, вот, я нажимаю Опа, открылась Закрывать ее руками не надо Вот это все дергать, ничего ломать Просто она потом сама закроется Все, вставили Здесь два типа вот этих вилок Подзарядили Вообще четенько заряжается В багажнике Вот он уже открыт у нас, да? Салон я открыл У нас здесь вот кабели Ну, опять же, получается А нет, здесь два одинаковых Багажник здесь у нас 425 литров В целом Ну, хватит места что-то вместить Картошку, я думаю, на Тесле вывозить не будете Все, педаль не нажимаю Лежачий полицейский Интересно, как он вообще притормозит, не? Пока не тормозит Оп-оп Понял Лежачий полицейский не видит Машины все видят Все, что сбоку припаркованы Так, куда-то подрулил он А, говорит, потрогать руль Все, тормозит Я ничего не нажимаю Ничего, вот у меня нога Конусы вот сразу Оп, там конусы стоят Он их видит Все, затормозил Держит дистанцию перед передней тачкой Здесь багажничек маленький Не знаю, на сколько он литров Наверное, литров на типа 50 60 максимум Такая штука имеется Так что, если что Можно прицепиться Все Пожалуйста Сюда можно положить сумку Что-то, какую-то мелочевку Почему бы не воспользоваться пространством этим, правильно? Так вот, я не понимаю Вот так он не закрывается Надо прямо на него давить Я когда на него давлю Мне кажется, что что-то как-то Как будто делаю не так Давай еще посмотрим внутри Вот бардачок Бардачка нет Но вот здесь достаточно много места Вот здесь подлокотники Есть вот такая ванночка, чтобы положить Вот здесь много места Как бы туда можно складывать Потом вот это у нас открывается Здесь прямо очень глубокий Такой отсек Дальше вот так Вот здесь у нас еще две USB Как бы с этим все ок Да, кстати, еще Мне понравилось Думаю, как изменить Типа, чтобы там На стекло Дул воздух Или в бок Или в ноги Кроме просто режимов Оказывается, вот ты просто пальчиками Вот так двигаешь И они куда угодно Куда ты направишь воздух Туда оно будет идти Прикольно 15 дюймов Вот этот дисплей у нас Работает реально Как iPad Все четенько Открывается Закрывается Нажимается Сразу Не тормозит Это вообще Самое главное Потому что вот этот Орган управления Это главный И единственный Орган управления В этом автомобиле Ну что, ребят А, у меня Включен поворот Вот это, кстати, непривычно Вот То есть он сам Что-то не Ну Не так Он по-другому Включается Не как Типа ты щелкнул И поехал А ты прям Ну нажал Рычажок Вообще все управление Здесь в основном Либо со смартфона Либо вот с этого Вот замечательного дисплея То есть особо На кнопочках Здесь, ну Ну, как бы Зеркала настроить Ну, поворотники Ну, вот еще коробка То есть, типа Паркинг Задняя Драйв Ну, вот мы В пробочке Все, я закрыл тачку Могу просто уйти Она, в общем-то, закроется Могу прямо вот так вот Приложить ключ Ну О Она тоже закроется Все, поставилась На сигнализацию Также я могу все сделать Естественно, в приложении Просто со смартфона Такой что-то, блин, не помнил Закрыл, не закрыл тачку В приложение зашел Все, что угодно сделал Это мега удобно Также потом пришел Либо с приложения открыл Либо приложил ключ Он у нас такой в пакетике Вы не обращайте внимания Все, тачка открыта Садишься Зажимаешь Педаль тормоза Давишь вниз Все, поехал Вниз Это мы драйв Включаем вверх Поднимаем заднее На кнопочку нажимаем В паркинг Такая история Рекуперация также Здесь хорошо работает Очень удобно Работать просто Например, к ближайшему полицейскому Подъезжаешь Не притормаживаешь Просто отпускаешь Педаль газа И он рекуперается Начинает уже притормаживать Ты, подъезжая к полицейскому Уже считай Как бы там На минимальной скорости Его спокойненько преодолеваешь Не знаю Не хочется тупо повторять Кучу обзоров Которые были до этого Да и к тому же Ну, хочется быть честным Я поездил на нем всего один На этой тачке Всего один день И знаете Не то, чтобы я могу Поделиться каким-то опытом Супер водителя Просто хотелось Хоть как-то вот рассмотреть То, что я лично подметил Что мне понравилось Что там не понравилось Вот Поэтому Не думаю, что стоит Еще как-то растягивать Дальше этот обзор И пора его заканчивать Надеюсь, что Видеоролик понравился И был интересным Если это так То ставь большие пальцы вверх Подписывайся на канал Не забывай Жать на колокольчик Чтобы получать оповещение О новых видеороликах Не забывай о том Что все подписчики Этого канала Получают скидку В нашем магазине И, кстати Все клиенты Нашего магазина Также увеличивают шансы Просто присылай чек В Google таблицу И тоже будешь Добавляться в Эту же таблицу Понимаешь, да? Даже если ты был клиентом Когда ты остался чек То это тоже Повышает шансы На выигрыш Круто В общем, вот все Хорошего настроения Удачных покупок И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok